Золотой мост дружбы В нашей Центральной городской библиотеке имени Николая Островского можно выделить активную молодежь, которая участвует в наших мероприятиях и знает несколько языков. Ведь знание языков открывает большие возможности для подрастающего поколения, открывает путь для международного образования. О том, что дает знание трех и более языков, расскажут сами читатели. Данилова Виктория Валерьевна, Турсумбаев Султан и Нуркалимова Дамет. Здравствуйте, меня зовут Турсумбаев Султан, я являюсь студентом кафедры филологии в направлении зарубежной филологии Челябинского государственного университета. Я изучаю иностранные языки, я владею тремя языками, это английский, немецкий и русский. Я начал изучать немецкий язык посредством изучения культуры и литературы немецкого народа. Территорию немецкого народа я начал изучать в этой библиотеке, в библиотеке имени Островского. Я изучал труды Гёте, Ремарка, а также простые исторические труды Германии. Иностранные языки — это двери в совершенно иной мир. Ты познаешь новую информацию, которая ранее была неизвестна для тебя. Ты открываешь новое знакомство, вы просто не представляете, сколько двери может открыть для вас знание иностранных языков. Немецкий язык я начал изучать в 10 классе. Это было всё постепенно и перешло в мою специальность. Я сейчас изучаю зарубежную филологию. В будущем я хочу поступить в Германию по специальности архитектор. Я уверен, что иностранные языки помогут мне в этом. Во-первых, обучение будет проводиться на иностранном языке, и знание немецкого и английского языка, а также русского языка помогут мне в этом. Помогут приобрести мне новую специальность и стать хорошим специалистом. Моген, но не сегодня. Согнать, фаулен лейте. Если перевести дословно, то «завтра-завтра», но только не сегодня, скажет любой ленивый человек. Или есть русский аналог данной пословицы. Это «не откладывай на завтра то, что ты можешь делать сегодня». Или английская пословица «failing to plan is planning to fail». Это когда ты не планируешь свою победу, ты планируешь чужую. Иностранные языки – это не так сложно, как многие думают. Если ты занимаешься этим ежедневно, отводишь даже полчаса своего времени каждый день, то ты увидишь свой результат уже через два месяца. Это не так сложно. Тем более, есть слова, которые, скажем, мы знаем, но подозреваем, что это слова иностранные. Можно найти, скажем, взять русское слово, но оно уже будет в английском и немецком языке, скажем, в романских языках. Это все не так сложно. Если ты изучишь грамматику, грамматика, да, ради этого стоит изучить какие-то труды, там разные структуры, и это все нанизывается лексика. А лексика уже идет само собой. Ты втянешься в этот процесс. Когда ты изучишь 10 слов, тебе захочется еще больше, еще больше. Ты будешь видеть результат, а результат уже будет мотивировать тебя к новым свершениям, к новым изучениям, и тем более, это всегда пригодится. Ты не должен ограничиваться только языком родной культуры. Ты открываешь новую культуру. Это мост межкультурной коммуникации. В 2016 году весной в нашем университете проходила всеобщая олимпиада в университете по знаниям иностранного языка. Данная олимпиада была по знаниям немецкого языка, был выбран определенный уровень, то есть не по всему уровню, а уровень А2, Б1 где-то, знания языка. Я занял там первое место. Для меня это было большой честью и новым опытом, так как это все спонтанно произошло, но мне удалось помериться с силами, с другими студентами, которые также хорошо владеют иностранным языком. И это прошло мне на пользу, это незабываемый опыт. Я думаю, у вас все получится. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые читатели библиотеки имени Островского. Зовут меня Виктория Валерьевна Данилова. Я являюсь преподавателем СМСКО-государственного педагогического института. Работаю уже на протяжении 10 лет. Преподавил английский язык. Я являюсь магистром педагогики психологии и кандидатом педагогических наук. Хотелось бы начать свое повествование о том, что язык — это душа народа. И человек, знающий более одного языка, является открытым человеком всему миру. В нашем институте, так же, как и в библиотеке имени Островского, мы формируем межкультурную личность, поликультурную личность, ориентированную на будущее через свою культуру. Естественно, знание языков помогает всем в этой жизни. Фонд библиотеки помогает развить человеческий талант до такой степени межкультурной коммуникации, что человек сможет общаться с представителями других культур. К примеру, зная пять языков сейчас, на данный момент, это помогает мне в реализации всех поставленных своих целей. К примеру, недавно в проекте «Академика» я познакомилась с испанцем, итальянцем, и благодаря иностранным языкам, а также и своему родному языку, это общение не было бы возможным. Итак, каждый язык — это кладезь. Каждому человеку нравится что-то в языке. Кому-то нравится фонетическая, грамматическая структура, лексическая. Кому-то просто нравится общаться на данном языке. И благодаря библиотеке это всё возможно. Здесь богатые материалы, богатая кладезь знаний по всем направлениям языков. Будь то это свой родной язык, будь иностранный язык, все языки здесь воедино сплетены благодаря всему фонду библиотеки. Я очень рада, что когда-то здесь, с 9 класса, я начинала свою педагогическую будущую деятельность в качестве руководителя клуба «Эрудит». Сейчас уже на протяжении многих лет являюсь читателем этой библиотеки и благодарна всему коллективу данной библиотеки за предоставленную возможность постоянно участвовать во всех мероприятиях нашей библиотеки. К примеру, в прошлом году я приняла участие в передаче «Мы – ровесники независимости». Здесь я читала стихотворения на многих языках, на четырёх языках. И что мне было интересно, что молодёжь также активно участвует в этих мероприятиях, развивает себя, развивает свою культуру, свой язык. И как говорят в народе, что язык – это отражение нации, отражение лица, отражение каждого человека. И русская пословица гласит «язык душа народа». Казахская пословица говорит, что «жер щи жресе, ель щи жресе». И мы полностью согласны с этим, ведь изучение истории неразрывно связано с учением языков. Англичане говорят «a good beginning makes a good ending», то есть «всякое начало имеет хороший конец». А испанцы вторят «эльфин корона ля борна». Также хотелось бы отметить, что немцы говорят, что «alle амфа и шве», то есть «каждое начало», естественно, трудным является. Но язык – это каждодневная работа. И благодаря всему коллективу, педагогического института, коллективу библиотеки, мы формируем хорошую личность, многостороннюю, поликультурную, многоязычную. Спасибо всем за внимание. Здравствуйте, меня зовут Маргарима Мадонет, и я являюсь студенткой третьего курса факультета иностранных языков. И я учусь в Костанайском государственном педагогическом институте. И действительно, я изучаю три языка, я знаю их, и на данный момент мы сейчас изучаем четвертый язык – французский. Он идет у нас как второй иностранный язык. Начала учить языки из детства. Английским языком я увлекаюсь четвертого класса. И мне очень нравится их литература, и мне бы хотелось посетить эти англоязычные страны. Также с помощью знаний иностранных языков я участвую в различных мероприятиях. И также у меня есть возможность посещать разные выставки. И так как я хожу в библиотеку Министровского, где предоставляется полный комплект книг по изучению иностранных языков, что помогает мне развивать свои навыки в изучении иностранных языков. Также я участвую в разных конкурсах, которые также открывают передо мной перспективу. К примеру, на первом и втором курсах обучения я участвовала в конкурсе на знание английского языка среди нашего курса. И в первый и во второй год я заняла первое место по знанию английского языка. Также в будущем я бы хотела продолжить свое обучение и поехать за рубеж. Это может быть США, Англия. Но мне бы хотелось улучшить свои знания английского языка. И также мне бы хотелось дальше изучать французский язык, так как этот язык очень красивый. Что означает, что когда мы изучаем какой-то иностранный язык, это открывает для нас еще одно окно для того, чтобы смотреть на мир с другой стороны. То есть мы развиваемся и начинаем смотреть на мир другими глазами. Мы начинаем все понимать по-другому. Еще одна моя любимая пословица, что Языком не спеши, делом не ленись. Означает то, что прежде всего нам нужно думать о том, что мы говорим. И о делом не ленись говорит о том, что не нужно быть ленивым. Нужно всегда стараться быть лучше, чем ты был вчера. Я хотела бы призвать всех учеников, всю молодежь нашего города, чтобы они приходили почаще в библиотеки, так как там есть весь материал, который нам нужен для обучения иностранных языков, так как значимость иностранных языков, она очень велика и открывает для нас огромные перспективы в будущем. Мы, сотрудники Центральной городской библиотеки имени Николая Островского, гордимся, что вы являетесь нашими читателями. Желаю вам огромных достижений в жизни, больших успехов. Изучайте языки, ведь они так важны в современном обществе. Язык – лучший посредник для становления дружбы и согласия. Разговаривайте на вашем родном языке. Любите его!